Здравствуйте, уважаемые дамы и господа. Меня зовут Илья Улибинштейн. Я педагог, я профессиональный преподаватель Иврита. Занимаюсь я этим с 1984 года. И сегодня с Божьей помощью представить вам новый курс, о котором я раздумывал и мечтал довольно долго. Курс этот по молитве и священным текстам. Что будет представлять собой этот курс, очень во многом зависит от вас в большей степени сегодня, но и в дальнейшем по ходу курса. Да, вы можете меня корректировать. Я очень надеюсь, что курс у нас будет достаточно интерактивный. Мое введение курса, я не применю вам тоже доложить, но может быть чуть попозже. Сначала я хотел бы услышать ваше пожелание. Но сначала маленькое объявление. Последний курс, который я читал, значит, на этой платформе Лилмод, я подхватил курс Иврита и провел несколько семестров. После этого я провел курс Мишны, и мы разобрали с моими учениками, всю Мишну, весь трактат Брахот, благословение. Все это в записи есть и достижимо. Можно посмотреть эти записи, но народу было мало, и я, конечно, готов потом продолжить и курс по Мишне, но пока мы сконцентрируемся на курсе, который я сегодня вам представляю. Однако последнее занятие по последней Мишне, Мишна Эгей, главы девятой трактата «Проход», я еще вот эту последнюю Мишну не разобрал. Принято, что когда заканчивают изучение трактата, делают сиюм. Сиюм – это торжественное окончание. Но когда касается трактата Талмуд, а Талмуд – это все-таки шире и объемнее, чем Мишна, собираются люди, получают угощение, читается специальный кадиш, существует для этого, специальные благословения есть. И все присутствующие угощаются, если это происходит живьем. Но у нас, правда, в общине принято устраивать и сиюм Мишны, поэтому мы с вами вот так вот интерактивно сегодня заканчиваем последнюю Мишну. Я надеюсь, у нас на это уйдет не более 15 минут. Это тоже будет интересно для тех, кто собрался на курс иврита молитвы. Вот, потому что в чем-то темы перекликаются. Теперь время у нас останется. И для того, чтобы разобрать текст двух, на мой взгляд, наиболее употребительных молитв, точнее благословений, вот, к этому мы с вами перейдем. Это, я надеюсь, сегодня в нашем занятии завершить. Итак, наверное, вот что. Наверное, сейчас мы разберем Мишну. Может быть, еще кто-то подсоединится за это время. И я, значит, попытаюсь у вас выяснить, как вы видите курс, чего вы ожидаете от курса. В целом, и меня в частности, какие будут у вас пожелания, что вы хотели бы в этом курсе увидеть. Так, все меня хорошо видно, все меня слышно. Связь нормальная. Так, вы обещаете мне в частности. Да, смотри, все нормально, но я, на самом деле, чувствую, что у тебя слабый интернет, у тебя плывет голос. То есть, ну, в какой-то момент, если ты вылетишь, то мы к этому будем готовы, мы подождем, когда ты вернешься обратно. Я надеюсь, что это не произойдет, но такое может быть. Интернет здесь действительно плавает. Иногда он более крепкий, иногда менее. От чего это зависит, я не знаю. Но если это действительно будет проблема, то попытаюсь что-то сделать. Правда, не знаю как. Так, Мишнахей. Мы читаем текст на иврите, и я объясняю вам слова. Собственно, это главное, это основное, чем мы будем заниматься и в нашем заявленном сегодня курсе молитв. Вот. Правда, здесь немножко другой иврит, более близкий к Арамиту, и с более такой современной грамматикой. Вот. И это не те тексты, которые встречаются нам на каждом шагу. Тем не менее, давайте, давайте почитаем. Видно текст на иврите, да? Видно курсор, видно выделение. Прекрасно. Переведем. Хаяв, обязан. Адам, человек. Леварих, благословлять. Ал-ха-ра-а. Слово «ра» означает «плохой», а «ра-а» в данном случае выступает в роли существительного «плохое». Имеется в виду, услышав плохие известия, узнав плохую новость, он должен тоже леварих благословлять. Кэ-шем также, в данном случае это, хоть и происходит это слово, шем – имя, но переводится иначе. Также аналогично шегу, как он, этот человек, меварих алятува, благословляет на хорошее. Шен-э-мар, как сказано, «ве агафта эт ашем локеха», «и будешь ты любить Всевышнего, Бога твоего», «вехоль нававха» всем сердцем твоим, «увехоль навшиха» и всей душой твоей, «увехоль меодеха». Вот это немножко сложное слово, но обычно его переводят всей возможностью твоей. Оно, родственное слово «меод», что такое «меод»? Очень. Я предупреждаю заранее, что переводы я буду давать дословные, переводы не литературные, поэтому, может быть, устно они еще как-то звучат в письменном виде, они совершенно нечитабельны, они очень коряпо звучат. Но моя цель – объяснить значение и место каждого слова. Вопрос. Кто знает, где сказаны эти слова? Ссылка вот здесь есть. А где мы встречаем эти слова? Можно вслух. Можно писать в чате. Так, пока никого не вижу. Шма. Правильно, точно. Шма, шма и сэй, совершенно верно. Это вторая фраза, точнее, в самом шма получается третья фраза, потому что вторая там вставлена не из текстатуры, но действительно, это ключевая фраза. Если шма, и сэй, первая фраза – это символ веры, то это первое, что шма нас к чему-то подвигает, обязывает. Так, теперь объясняет нами шна. Бехоле вавха, всем сердцем твоим, бишней ецарим, двумя ецарами. Слово ецар можно примерно понять как то, что человека двигает, то, что создано в человеке. Обычно перевод дается начало, дурное начало и доброе начало в человеке. И хорошим началом и плохим ты должен всем сердцем твоим, и то и другое, наверное, считается частью сердца, обеими началами, начало – это среднее раз, значит, обоими началами, ты должен любить Всевышнего. Дальше. Увы холь навшиха и всей душою твоею, объясняет мишна. Афилугун нотель эт навшиха. Даже когда он отбирает, вынимает у тебя душу. Увы хольме одеха. Вот это слово здесь переведено как объяснено. В мишне как. Вопрос можно? Даже нужно. Интересно, вот это вот слово нотель, правильно? Нотель – это ведь, как бы, есть простое слово «взять», да, взять. Лакахат. Да. Весь вот нотель – это всегда, как бы, такое чувство. Говорят же, на тела отъедаем, да, по-русски это взимание русских. Здесь как бы нотель – это не просто берет. Он берет… Поднятие. Да, 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 да. Вот это вот… Лучше всего это видно в благословении «альнатилат лулав». Конечно, комодению это не имеет никакого значения. Возвышение, поднятие, да? А курица несет яйца. Тоже это слово? Нотель – это, честно говоря, я, честно говоря, не занимался курием. Да, по-моему, да. Это то же самое, между прочим, леотиль – пцаца. То есть, вот сбросить бомбу называется леотиль – пцаца. Леотиль – а, ноте, ага. Да, и то же самое в гранатомете. Вот это вот, ну, тула называется мотоль. Я просто сходил с такой штукой, я это знаю. Ну что же, очень милый, честно говоря, я… А еще можно спросить? По-моему, в современном иврите это будет ошибка. Бешней ец-реха. Это ведь неправильно? Не должно окончание быть вот кавхав? Кавсафит. Если у нас яц-ри множное число, то здесь точно не будет кавхавсафит. Почему? Яц-рей-ха имеется в виду твоими началами. То есть, это правильно, да, с точки зрения ивритосовемизма? С точки зрения современной грамматики, да. Где будут отступления, я попытаюсь обратить ваше внимание, а может быть, даже объяснить. Так, хорошо. На самом деле, у меня есть кое-что вам предложить, но видно мой текст, да, видно весь экран? Да, конечно. Я подготавливаю глоссарий к каждому уроку и надеюсь продолжать. Но вот слово «отель» я, честно говоря, сегодня не выписал. Так, я сейчас посмотрю. Да, пожалуй, так, не выписал. Не обратил внимания на то, что это слово само по себе интересно. Спасибо. Так, продолжаем. К сожалению, вот предыдущие местной йод давались здесь, на этом сайте с оголосовками, с полными оголосовками, а здесь я с оголосовками не нашел. Но все, в общем-то, прочитали. Да, Дима, ты можешь говорить, я думаю, да. Но все-таки МАМОН – это не совсем имущество. Это, скажем, капитал. Это то, что можно пересчитать. Ну, допустим. А, в смысле, то, что можно оценить скорее. То, что оценяет… От слова «мана». От слова «мана», я думаю, да. Да, кроме того, современное слово, вот эти… То, что на бирже, да, акции – это «мана» йод. Это то, что… Это, наверное, то, что действительно у человека можно посчитать. Да. Что он весит в финансовом смысле. Пожалуй. Так, а слово «мамон» тоже я, между прочим, не выписал, а напрасно. А вот есть «мамон». Так, давайте вот что сделаем. Ну, да, капитал. А есть, есть, есть. Даже Наталья есть. Давайте вот что. Я вам поставлю в чат несколько первых. Слов. Так, ну, давайте вот отсюда и досюда. Так, что-то есть. Ставлю в чат. А как я ставлю в чат, интересно, знать? Просто вклеиваю. Ага, вот-вот-вот-вот. Все вспомнил. Так. Чат на всех. Так, вставлю. Вот, если кто-то захочет это сохранить, пожалуйста, из чата… Из чата ведь можно копировать, да? Из чата можно копировать, да. Опять же, надо подумать. Мы, ну, может, в самое ближайшее время придем к решению. Если сделать постоянное место, да, все эти материалы, они будут стоять. Будут стоять. Понятно. Хорошо. Дальше. Другое слово, то есть другое объяснение. Бехоль ме-от-ха. К этому же слову. Всем бехоль ме-от-ха. Всей возможности твоей. Бехоль ми-да у-ми-да. Жегу модед л-ха. Гаве моде-ло. Мбим-од ме-од. Здесь немножко идет обыгрывание, да? Моде, да? Это мера. Модед – это измерять. А еще моде означает быть благодарным. Однокоренно – это туда, так? Я, пожалуй, сейчас открою вам перевод. Да, секунду. А вот это все поняли. Тут красивая игра, на самом деле, была. Сейчас мы к этому вернемся, да. Вот это. Собственно, что такое игра слов? Когда я беру два слова совершенно не связанных, а здесь я не могу сказать, что они не связаны. Может быть, вполне где-то там наверху связь и есть. Тем не менее, вот обратите внимание, что не одно, а несколько слов имеют здесь связь между собой. Итак, читайте перевод. Обязан человек благословляет за зло, так же, как он благословляет за добро. Потому что сказано дворим 6, пасух 5. Что-то мне не выделяется. Люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всеми силами твоей. А можно, ну, у нас там было благословлять за зло. Здесь написано благословлять за зло. А вы говорите, было лаварехаль. Аль. То есть я благословляю кого-то, это будет эт, на что-то. Я же, когда благословляю, желаю человеку кучу денег, допустим, да? То есть я благословляю за деньги. Получается так. Аль. Что такое аль? Это и на чем-то физически, или это о чем-то? Благословить кого-то – это благословить о чем-то, аль. Благословить на что-то, чтобы у тебя были, допустим, деньги – это практически аль. О чем-то. Так. А у нас вообще здесь за. Благословлять за зло. Я не понимаю, что значит благословлять за зло. Смотрите, я за этот переводник в этой снасти не несу, но, по-моему, он неплохой. С точки зрения литературной, как компромисс между точным пониманием именно текста, именно текста, а не слов, а мы разбираем с вами слова, поэтому я даю перевод дословный. Так. И между тем, что, в общем-то, человеческое ухо нормального человека способно воспринять, тем более русскоязычного интеллигента. Смею надеяться, что здесь таковые собрались, вот, который привык действительно к приличному языку. Так. Ага, продолжаем. Люби Господа. Ну, а-а-а, вот было бы интересно, конечно, остановиться более подробно вот на этой форме. В-э-а-га-в-та. Ну, пожалуй, давайте я. Просто я не хотел бы, чтобы слишком много времени у меня ушло вот на эту первую часть. Тем не менее. Значит, смотрите. Я буду еще об этом говорить. Значит, что такое агав? Это корень, да? В корень входят три буквы. В данном случае алиф, эй и бет. Да? Теперь берем слово агав-та. Это глагол в прошедшем времени. С местоименным суффиксом. Значит, ребята, здесь вы меня не останавливаете, но потом я более подробно буду объяснять все грамматические категории, с которыми вы, наверное, не сталкивались со времен школы. Я понимаю, что они у вас не на ходу. В-э-а-га-в-та. Это значит «ты любил». Благодаря вот этому вав переворачивающему в начале, да, время прошедшее переворачивается в будущее. И будешь ты любить. Или и возлюбишь. Если точно, то это не императив, не повелительное наклонение. Как обычно это переводят. И возлюби, или и будешь любить. И люби, а именно будущее время. И будешь любить. Но значение тут, конечно, ты должен любить. Это митсват асе. Обязывающая заповедь. Так, возвращаемся к нашему переводу. Так. Всей душой твоей, всеми силами твоими. И теперь идет объяснение. Всем сердцем твоим. Это значит всеми побуждениями твоими. И хорошими, и дурными. Всей душою твоей. Это значит любить Всевышнего. Вплоть до готовности отдать ему свою душу. Вот видите, здесь литературный перевод отступает от текста. Да? Буквально мы прочитали. Даже когда он возвышает, вынимает твою душу. Так. Всеми силами твоими. То есть всем, что ты имеешь. Другой вариант перевода. Обязнение слов. Всеми силами твоими. За все, все, что он судит тебе. Благодари ему. Его всеми силами твоей души. Так. Можно вопрос? Можно вопрос? Да. Наверное, у нас нет времени, но вообще... Наверное, можно точно предположить, что вот это вот такая странная грамматическая форма, да? Вот это переворачивающаяся вава, который делает совершенно как бы... Он делает прошедшее будущее воевом уши, а ты пришел в уши. Они и будут приходить, да? И то же самое в обратном времени. Наверняка в этом есть как бы философия и какой-то смысл, который не только лингвистический. Потому что эта форма действительно архаическая и странная. На современном иврите такого нет сто процентов. То есть даже есть много архаики, но такой точно нет. Если человек так будет говорить, его просто не поймут. Это верно, совершенно верно, да, да, да. Насчет того, какую задачу я себе ставлю в курсе, я скажу... Это все объяснил Рабейну Бахья, как говорит Равшерки, он всех поправляет. Рабейну Бахья. Он объяснил это на примере Ваеги и Ваегая. Разница есть, эта буква Ва, она действительно меняет, она имеет смысл, она имеет цифру 6, она имеет человека, за ней скрыт человек, который... Короче, это отдельно другая тема, но она интересна. Весьма любопытно, буду рад услышать, но если можно, давайте это отложим на следующий занятий. Окей, нет проблем. Я не хочу перегружать просто вот эту вот первую часть. А тут у нас довольно большая мишна. Так, дальше. Следующая тема в той же мишне. Ло якель адам этрушо, кенегет шарга мизрах. Якель от слова каль, каль это легкий, не будет облегчать человек, рошо, свою голову, напротив. Слово кенегет имеет несколько значений, точно так же, как русское слово напротив, но здесь и чисто геометрически, да? То есть на линии против шарга мизрах. Мизрах это восток, от слова зораях восходит, да? Напротив восточных ворот, так? Так, то есть не должен человек быть с легкой головой или вести себя легко мысленно. Шегу мухан, нет, мекавен, пардон, мекавен, что он направляет кенегет бейт код шей а код шим. Напротив код шей код шим, это святая святых. Что нам дает перевод? Так, напротив восточных ворот нельзя вести себя легкомысленно. Якель рош, ведь они находятся на одной линии со входом святая святых. Что значит вести себя легкомысленно? Так, где мы были? Ло-и-ханес ла-гара-байт. Разве можно так перевести? Все-таки святая святых это код шей код шим. А тут же код шей код шим. Так назывались жертвоприношения, которые есть калим, калим код шим, но есть код шей код шим. Смотрите, тут меня немножко смущает отсутствие огласовок, но я думаю, что я прочитал правильно. Или именно код шей код шим. К сожалению, я не догадался взять печатное издание Мишны, где есть еще и еврейский текст. Я не знаю, честно говоря. Давайте пока не будем на этом зацикливаться, но вопрос интересный. Так, с вашего позволения продолжаем. Ло-и-ханес ла-гар-байт не войдет на гору. Байт, этот дом, имеется в виду храм, храмовую гору. Б-е-мак-ло. Слово мак-эль это посох, то есть с посохом его, буквально в посохе его. У-ви-мин-а-ло. Мин-аль, то, что мы называем сейчас на-аль. Корень этот означает застегивать, запирать. Отсюда ман-уль, замок. Но на-а-ла-им и мин-аль это обувь. Так. У-ве-фан-дар-фан-у-ве-фун-да-то. По-моему, так это слово читается. Точно сказать не могу. Значит, значение его. С пылью на ногах, с неомытыми ногами. Вспомните, как Авраам предложил путникам именно омыть ноги. Так. Продолжаем. А, не-не-не, пардон, пардон. Вот, вот. У-ва-авак-шель-раглав и с пылью на ногах. А что значит вот это слово дорожный пояс? Дорожный пояс. Что такое дорожный пояс и чем он отличается от внедорожного? Это пояс, в котором внутри находится как бы карман, который заворачивается вовнутрь. В таком накладном как бы кармане современный... Это аналог современного, по-моему, панча это называется, да? То, что закрепляется на поясе и застегивается, защелкивается, да? Человек чувствует, если он его потерял, если у него срезали, да? Забраться туда рукою незаметно довольно трудно, хотя некоторые умудрялись, так? Что имеется в виду? Просто, значит, имея, имея деньги. Имея деньги и... Ну, мы увидим с вами, причем тут дорожный пояс. Сейчас прошу прощения. Мамочка у меня... С пылью на ногах. Дальше продолжает Мишна. Вело я осену кафтандарья у ракика Микальвахомер. Вот это слово, понятное дело. Вы на него обратили внимание, Каф. Я сейчас поставлю вам следующую порцию слов, которые я вам приготовил в чат. Так. А, пауч. Да. Спасибо. Спасибо, Елена. Так, я поставил или не поставил? Я вот такую метку не поставил. Так. Вот давайте посмотрим, что у нас есть. Да? Гекель. Облегчать. Делает легким. Вот. Теперь. Ага. Вот, кстати говоря, вот предыдущие игра слов. Мида, мадад и года. Мада – это размер. Мадад – отсюда мерить, измерять. Модед. Да? Как называется, скажем, мерная лента? Сред медида. Допустим, рулетка. И года. Тода. Моде. Моде. Нила Фанеха. Благодарность. Я благодарю. Так. Переводим. Переводим. Так. Нельзя входить человеку на храмовую гору с дорожным посохом, с обею на ногах, опоясанным дорожным поясом, с пылью на ногах. Нельзя использовать храмовую гору как проходной двор. Вот оно, это слово. Так, сейчас я посмотрю. В чат оно вошло? Это слово я мог и не найти, потому что оно явно заимствованное. Вот. И в современном иврите оно уже никак не используется. Но известное его значение. Вот оно. Я однажды слышал слово это из уст одного человека, естественно, религиозного, естественно, изучавшего Мишну. И именно в этом значении. Правда, не в отношении храмового двора, а в отношении территории синагоги. Но смысл тут тот же самый. Не делай святое место проходным двором. Что это значит? Не проходи там исключительно ради сокращения пути. Так. Если ты вошел в одну дверь, ты не обязан выйти в другую, если тебе удобнее выйти в другую. Да? Но, по крайней мере, находясь в синагоге, ты должен почтить святость этого места. Как? Например, сказать какую-нибудь фразу истории. Какую-нибудь, любую. Ну, я знаю, что многие читают три фразы, которые добавляют в конце каждой молитвы. Аль-тира и так далее. Что это за фразы, можно потом разобрать. Так. Не делай проходным двором. Что такое ракикап, плевок? Каль-хомер. Каль означает легкий. Хомер, хамор, тяжелый. Каль-хомер – это известное выражение, которое очень хорошо переводится русским выражением. Тем более, и подавно, тем более, не следует плевать, если человек находится вот на этой линии, на линии восточных ворот. Коль-хот-мей – это уже следующая тема. Брахот. Шегаю бамигдаш аю умрим минга олам. Всякие, все. Хот-мей – брахот. Брахот – это благословение. А хатима называется последняя фраза благословения. Если она есть. Например, благословение, которое мы будем, я надеюсь, сегодня разбирать, это фраза барух хей-ха-оламин, которая подводит итог всему, что сказано выше. Так? Вот это хатима. Так вот, все заключения благословений, шеаю бамигдаш, которые были в храме, которые говорили в храме, аю умрим говорили минга олам. Что такое минга олам? То есть от начала времен, из вечно. Так. Вот оно. Ми шекил келу хамин им. С того времени, с того момента, как испортили. Киль кель. Вот он, корень. Испортить. Обратите внимание, что здесь буква куф. Потому что есть корень калкала от слова коль. Там совсем другое значение. Известна шутка, когда человек, статистик, допустим, или как это называется, экономист, говорит, а не калкалан, да? Спрашивает о боках, о бокуф. То есть чем ты занимаешься? Экономикой или порчишь? Порчишь. Так? С тех пор, как аминим, слово мин, в современном авиарите, осталось значение суг, сорт, группа. А здесь это означает еретики, группы, да? От калисты. С тех пор, как еретики испортили. Что они испортили, мы сейчас увидим. Ве амру. И сказали, Эйн олам эла эхад. Нет никакого другого мира, кроме одного, кроме этого мира. Что это значит? Что живи свое удовольствие, потому что соблюдать заповеди, говорили, они не имеют никакого смысла. Ты страдаешь в этом мире, и нет будущего мира, в котором ты получил бы за них награду. Еретики, что с них взять? Эпикорсим, да? Эпикурейцы. Так? С тех пор, как они это сказали, Гиткину ше аю омурим мин гаулам ве ад гаулам. Стали говорить другое выражение. От мира и до мира. Это выражение подчеркивает, что кроме этого материального есть еще и будущий мир, который более духовный. Иначе они находили вот в этом выражении мин гаулам как бы подтвердение своим юридическим мыслям. Что говорит нам? Перевод. С тех пор, как появились отступники, стали утверждать, нет другого мира, кроме этого, мудрецы постановили, что следует говорить извечно и навеки. В этом выражении, как мы видим, мин гаулам ве ад гаулам, да? Слово аулам, мир, используется дважды. С этим словом мы еще столкнемся с вами в начале нашего курса. Ве гиткин. А давайте я поставлю вам еще новую порцию слов. Так. Так. И сейчас они нам понадобятся. Так. Вот, пожалуй, вот так. Так. Чат. Всем. Ставлю. Разбирайтесь. Так. Далее. Последняя тема, которая, собственно, выходит на сиюм. Вейткину ше и гей адам шо эль эт шлом хаверо бе шем. Иткину установили, ше и гье, что будет, что должен, адам человек, шо эль, шо эль, в настоящее время, буквально спрашивать эт шлом хаверо о мире друга своего, шо эль шалом, ве шив шалом, так это звучит на языке мишны, спросить, как дела, и ответить на приветствие. Да. Бе шем в имени, по именям, с помощью имени, имеется в виду с упоминанием имени Всевышнего. Шене и Марк, как сказано, где это сказано, в книге Рут, которую мы будем скоро читать. Ве хинне боаз ба ми бейтлехем. И вот боаз идет из бейтлехема. Ва йомер ла коцрим. И говорит он жнецам. Ашем и Махем, Всевышний с вами, Бог с вами. Ва йом ру ла, и сказали ему, еварехеха Ашем, да благословит тебя Всевышний. Так. Итак, в заключении всех благословений, которые произносились, так, это было, это было, так. И постановили так же, чтобы люди приветствовали друг друга, называя имя Бога. Потому что сказано, Рут 2,4, и вот пришел Боаз из бейтлехема и сказал жнецам, Господь с вами. Они ответили, да благословит тебя Господь. Так. Ве о мар. И так же сказано в книге Шафтим, глава 6. Гошем имха гибор ха хаил. Бог с тобой. Что такое гибор? Богатырь. Хаил. Отсюда слово хаяль. Богатырь силы, богатырь сильный. Посмотрите в словаре, который я вам поставил в чат. Ва о мар. Мишлей. Теперь уже из книги Мишлей, то есть притчи царя Соломона. Сказано. Аль тавоз ки зик. Вот тут, к сожалению, мне очень мешает отсутствие огласовок. И мех, твоя мать. Значит, вот это слово не знаю точно, не уверен, что правильно прочитаю его, но смысл состарилась. Стара, да? Мать твоя. Вот что дает нам перевод. И еще сказано в книге Шафтим. Бог с тобой, доблестный богатырь, и говорится Мишлей, не гнушайся твоей матерью, хоть и стара она. Вот это слово гнушаться, вот так вот. Можно вопрос, Илья? Отсюда, одну секунду, отсюда в современном иврите немножко другое слово. Ле вас без. Потратить, и именно имеется в виду потратить без толку. Так? Не гнушайся матерью твоей, ибо стара она, хоть она и стара. Да, слушаю вас. А скажите, пожалуйста, смотрите, у нас есть гоас, и есть жнецы. Гос сказал, «С вами Бог», а жнецы сказали, «Благословить тебя Бог». Кто кому больше пожелал? Бог у вас жнецам или жнецы Богу? Как вы думаете? Хороший вопрос. Я бы сам с удовольствием узнал ответ. Я вам скажу так. Ваш вопрос весьма интересен, но несколько не по теме курса. Я мог бы, так сказать, отправиться в какие-то философствования, я мог бы пообещать вам найти материал, но я ставлю себе другую цель. И об этой цели чуть попозже будет заявлено. Вопрос, конечно, хороший. И лично я думаю, что примерно одинаково, потому что Бог с вами, это, в общем-то, Он в помощь вам, благословит тебе Бог, Он даст тебе благословение на то, что ты делаешь. Просто другими словами. Очень может быть, что это формальное распределение. Он все-таки у них начальник. И очень может быть, что это принято. Я не хочу сравнивать. Ваше высокоблагородие. Это, скорее всего, что это были приняты стандартные формы. Он им говорит так. Привет, ребята. А они ему говорят, да, ваше собрание, рады служить. Да, примерно так. Они говорят на своем языке, но, скорее всего, что это так. И вам спасибо, братца. Ты не прав. Потому что там была шоэль, это шалон хаверов. Какие они хаверим для БОЗа? А Вадим, скорее всего? Ну, вряд ли АВадим. Это, скорее, наемные рабочие. Я, впрочем, не знаю. Окей. Ну, в любом случае, люди зависящие от него. Что не мешает им быть хаверим? Почему бы и нет? Так. Ве Омер и говорится так же. В Тегилим. Кав Ют Тет. Это знаменитый 119. Эт лаасот лашем. Хафру. Хафру. То ра Теха. Эт. Слово «эт» означает время. Время. Подходящее время. Не то же самое, что Зман. Маша А. Нет, это не то. Сейчас такое время, что надо делать то-то и то-то. От слова «эт» происходит современное слово «итон» газета. «Итон» — это калька, которую придумал Бен Иуда с немецкого языка. В немецком время — это, насколько я понимаю, «цайт», а газета «цайтунг». поэтому Бен Иуда взял слово «время» на иврите, не слово «зма» на слово «эт», и образовал от него слово «итон». «Ла Асот» делать «ла Ашем» для Бога, «гафру Тора Теха». Нарушили Тору Твою. Раби Натан, Омер говорит «раби Натан», он объясняет это несколько иначе. Именно потому, что «гафру Тора Теха», а это «ла Асот» ла Шем. «Нарушили Тору Твою», пришло время делать для Всевышнего. Время делать. Так, посмотрим. «Время действовать» — тут перевод. Ну, более правильно. Так, Раби Натан говорит «упразднили Тору Твою», время действовать ради Господа. Я поставлю вам объяснение вот этой «Мишны», которое вы вполне сможете посмотреть сами, и буду рад, если вы это сделаете. Так, минутку. Я поставлю вам эту ссылку в чат. Ссылка легко открывается. Так, минуточку. Что-то вот так. Да, да, да. И вот этим мы благополучно завершаем курс «Мишны». Но я не берусь... Так, 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 это что-то другое. Это мне не надо, нет. Я не берусь сейчас все это прочитать. Это вы сможете сделать и сами. Тем более, что основные вещи именно в плане языка я вам сегодня дал. Итак, мы благополучно закончили, завершили текст целого трактата «Мишны», «Мишны» проход. С вашего позволения вот кошерный ликер. Не сомневайтесь, кошерный. Вот, я наливаю и от имени всех я могу сказать благословение. Благословение, которое мы как раз чуть позже и будем разбирать. Так, благословение вы знаете, да? Те, кто смотрит нас сейчас в прямом эфире синхронно, может быть, имеют право ответить «Амейн». Те, кто смотрит нас в записи, абсолютно точно не должны отвечать «Амейн». Благословение такое, которое мы будем сейчас разбирать. Барух Ата Адунай Элогейну Мелых Аулам Шеакоз Ние Ви Дворо. Амейн. Амейн. Лехаим. На здоровье. Лехаим, товарищи. Замечательно. Всем могу сказать, кто чего пьет. Я пью лимончелло. Ого! У меня вишневый ликер. Хиринг. Лехаим. Лехаим. Итак, я хотел бы услышать, чего вы ожидаете от моего курса, а потом я скажу, что я приготовил для этого курса, как я его вижу. Ну, наверное, для экономии времени я выслушаю всех устно. Собственно, если кто-то стесняется, можно писать и в чате, я его проверяю. Так. Ну, Натан, скажи пару слов. Не знаю, как бы, идея заключается в том, насколько люди продвинуты в иврите. Насколько то, что мы предполагаем сделать, это совпадает с тем уровнем, где они уже находятся. То есть, человек до чего-то дошел, он идет по дороге, а мы ему как бы помогаем, и ему тогда как бы интересно, потому что он уже что-то знает, он как-то что-то пытается, и мы ему даем какую-то подставку и помогаем ему продвигаться лучше. Я понимаю, что человек, например, читает, поэтому надо понять. Я думаю, что, наверное, может быть правильно сделать опросник и спросить, сколько из участников читают только по-русски, то есть, ивриты не знают вообще, вот сколько из них читают отдельные фразы. Например, человек говорит, я все читаю по-русски, но, например, шма я читаю на иврите. Вот это сидур, который мы сделали, сидур Блябнойнов, да, там есть отдельные вещи, но которые, можно сказать, центральные, которые сделаны традиционно с ивритом, с транслитерацией, с русским переводом. Чик говорит, вот это я пытаюсь сделать. Может быть, имеет смысл начать как бы с этого, то, что даже если человек не знает иврита, но он может попытаться, во всяком случае, не просто говорить транслитерацией, да, незнакомой для него звукой, а вообще он хочет понимать, каким образом это на иврите построено. Совершенно верно. Рафаэль Лягу. Да. Рафаэль Лягу. Вы знаете, вот для меня уровень, который вы взяли в планку, нормально. Конечно, хотелось бы с согласовками. Я постараюсь. Я постараюсь. Миш, но я не нашел с согласовками, по крайней мере, вот последние. А в дальнейшем то, что мы будем изучать, это более распространено, и мы это найдем, и об огласовках мы как раз сегодня поговорим. Так, еще какие-то пожелания? Ожидания? Тогда я скажу несколько слов. Я начну с того, что я не собираюсь вам давать. Я не собираюсь вам давать курсы по Аллаху. Курсы по Аллахе, как читаются броход, когда, где, какие броход, я буду об этом говорить только в том объеме, в каком это мне важно. Я не собираюсь давать вам какие-то потаенные значения. Если вам нужна кабала, вы знаете адрес. Я собираюсь разбирать с вами именно иврит, и я надеюсь, как профессионал, который занимается этим много-много лет. Вот, курсов, которые вы этим занимались, я не нашел, я не знаю. Если что-то подобное вы нашли, на иврите, на английском, на русском, пожалуйста, шлите мне, будет очень интересно. Я скажу, какую проблему я вижу и собираюсь решать. Ребенок, человек, еврей, родившийся в традиционной еврейской семье с детства иврит слышит и использует как язык общения, как язык именно передающий информацию. Может быть, это не разговорный язык, а разговорный будет, допустим, идиш. Вот, но это язык, который он изучает с самого начала. Так, в другом совершенно положении находится человек, чего уж там скрывать, Бальшува из России, который пришел к этому уже в возрасте сознательном. И, соответственно, значит, Гирса де Янкута, то есть, те знания, которые в детстве он получил, никоим образом ничего еврейского не касаются. может быть, даже он изучает язык, может быть, даже он способен на иврите читать при желании понимать и говорить, но это совершенно никак не связано в его сознании с молитвами. Может быть, молитвы он читает по-русски, может, транслитерации, а может быть, даже он умеет, он знает буквы о голосовке и прочитывает ивритские слова и помнит, как они звучат, и может быть, даже другой частью своего сознания он понимает, что вот это благословение, допустим, второго благословения перед Шма и тема его такая-то и такая-то, да, и может быть, даже он, скажем, спотыкаясь о слове Митсраим, понимает, что это Египет, а, наверное, здесь говорится о том, что надо вспоминать исход из Египта и благодарить за это Всевышнего каждый день, в частности, вот и сейчас, да, но значение слов он не понимает, поскольку каждый день он проскативает их и вот эту лакуну, этот недостаток я своими скромными возможностями предлагаю вам заполнить вот то основное, чем я собираюсь заниматься на этом курсе и с Божьей помощью вот то благословение, которое только что было произнесено, мы попробуем с вами разобрать. Естественно, я надеюсь, что курс наш будет интерактивный и ваши пожелания и ваши вопросы и ваши ожидания вы можете мне задать, но в целом я вот показал свое видение. я не буду переключаться на то, что я сразу отмел, на Аллаху, например, вот, но в какой-то мере я, конечно, способен подстроиться под ваши ожидания и чувства. Итак, что мы видим на экране, да? Я поставил в чат интересную немножко, во-первых, на Сидур Маханаеме, но можете использовать и Сидур, Брит Олам, который вам рекомендует Натан, ссылку он дал, да? Значит, на странице 303 того Сидура, который я дал, к сожалению, только вот можно его листать. Мы находим благословение Борей на Фашотше. И вот ссылка из Википедии. Вот текст. Видно текст на экране, да, и видно выделение, да? И видно даже с оголосовками. Попробуем разобрать. Итак, Борух. Слово браха благословения, да? Ле ва рех благословлять. Что такое благословлять и как это связано? Почему Всевышний, который является источником благословений? Почему человек благословляет Бога, а не наоборот? И как это связано? Все это, конечно, очень интересно. И все это вам расскажут большие правы, но я себе такой целью не ставлю. Я говорю про это слово, что это форма какая? Страдательного причастия. Благословен. Интересно, что вот именно вот такая форма Боруха характерна для Биньяна Пааль. Я могу сейчас залезть в кроматические дебри, но постепенно я вам расскажу если надо и что такое Биньян, и что такое причастие, и что такое что это за Биньян Пааль. Но вообще-то, вообще-то, например, возьмем слово Котев писать, а написано Котув. Вот здесь та же форма Брух, но сам корень Бейш, Бейт, Реш, Хаф. Тот же корень, кстати говоря, у слова Вераф, колено, и отсюда выводится Аллаха, что сгибают колени и наклоняются, произнося слово Барух, неведено в некоторых местах. Вот, это значит тот, кого благословляют. У вас вопрос? Скажите, Барух это от Пааля, это от Меварех, это Пиэль. Меварех это Пиэль, но форма такая, Пауль, она характерна именно Паалю. Да, я просто обратил на это ваше внимание. Так, дальше, слово Ата, Ты. Что такое Ата? Это местоимение второго лица, благословен Ты. Кто Ты? Вот это не что иное, как имя Всевышнего. Мы знаем, что читается оно совершенно иначе. В Торе оно записывается тетрограмматоном именем из четырех букв. Какие это буквы? Буква Ю, буква Гей, буква Бав и еще одна буква Гей. Никогда это имя не читается так, как оно написано. Ни вот так, две буквы Ю, ни, как я сказал тетрограмматоном, а как мы читаем его благословение, так, как вы слышали, да? А-до-ной. Что означает это слово? От слова Аддон. Что такое Аддон? Мы считаем, что Аддон это господин. Но это слово В Торе означает что? Кто-то знает? Подставки, на которые опирались столбы, составляющие стены мешка на переносного храма. То есть, это опора. И мы видим, что тот, кто господин, да, он не тот, кто сверху управляет всем, а тот, на кого все опираются, на ком все замыкается. Именно он важен именно этим. Он координирует усилия и действия всех работников. Теперь, слово, которое мы говорим здесь, да, является ничем иным, как мои господа, да, то есть, множественное число. Так? Почему Всевышнего, который, как мы знаем, един, который один, мы называем во множественном числе? Это тоже не моя тема, но вкратце, могу вам сказать, объяснение дается обычно такое. То, чем являются все боги для язычника, для идолопоклонника, для нас сконцентрированы в одном боге Всевышнем. Так? Далее, слово Элогейну. Когда я просто говорю это слово «Нечтое благословение», я произношу его, заменяя звук буквы Гей звуком буквы Куф, Элогейну. Так, это божество наши тоже во множественном числе, множественное число образует вот эта вот буква Юнда, да? И слово Элогим, которое тоже произносится в благословениях при тени Торы через Эй, тоже стоит во множественном числе. И в первой же фразе Торы Брешит Бара Элогим вначале создал Всевышний, да? Включает в себе грамматическую нестыковку. Слово Элогим стоит во множественном числе, а Бара в единственном. Создал, они создали, да? И этим подчеркивается, что мы по-прежнему считаем Бога единым, но называем Его словом, которое воспринимается нами как имя, но по сути имеет форму множественного числа, да? Почему это так? Здесь есть много о чем говорить. Итак, благословен ты, Бог всесильный наш, вот это, этот мыслейменный суффикс ну означает отношение к первому лицу множественному числу, то есть мы, Бог наш, дальше, Мелех, слово Мелех, царь, да? Слово, есть два слова для правителя, есть Мелех и Мошаль, да? Мошель, Мелех это царь с правлением которого все согласны, согласны все его подчиненные, Мошель это тиран, деспот, правитель, да? Кто для нас Всевышний? Конечно, власть его над собой мы принимаем. Еще два слова по поводу этого, Мелех цегулатные, то есть мы слышим тут два Э, Мелех, цегулатные слова имеют ударение на предпоследний слог. Большинство слов ударение на последний слог. Ба, Рух, А, Та и так далее. А, О, Лам. Здесь Мелех. И еще последняя буква слова, если она согласная, не проставляет шва. То есть если буква, вот как здесь, Нун имеет огласовку Шурук У, понятно, мы ее ставим. Вот, если буква сама звучит, а после ее никакого гласного нет, например, Гау, Лам, кончается на М, да, под последней буквой не проставляется шва. Почему в слове Мелех всегда ставится шва? Есть такие правила, что под буквой Хавсофит, под буквой Тав с точкой Тав, Дугуша, Софит, например, в слове АТ. И еще если буква ДАЛЕТ имеет ДАГЕШ и стоит последнее в слове, и гласного нет, проставляется, проставляется вот такой шва. Дальше, Га ОЛАМ, слово ОЛАМ, ОЛАМ, имеет тоже корень, что слово ОЛАМ, скрытый, много можно сказать по поводу того, что Бог скрыт в этом мире. Мы не видим его, мы не чувствуем его, если не хотим, но, конечно, чувствуем, если хотим. Слово ОЛАМ имеет, в общем-то, два близких значения. Изначально это бесконечность во временном плане, то есть бесконечность, вечность. Но довольно часто мы понимаем слово ОЛАМ как Вселенная, как бесконечность пространства. Только что в Мишне мы читали МЕАУЛАМ ВЕАДАУЛАМ от вечности и до вечности, то есть навсегда. Но здесь скорее мы поймем это как Вселенная, Царь Вселенной, Царь Мира. Теперь ШЕГАКОЛЬ вот это центральное слово благословения. Я не знаю, все ли понимают, что значит это слово и почему оно значит именно это. Кто-то скажет мне, какая главная часть этого слова? Я подумал, что МЕЛЕХ это главная часть сопряженной конструкции. Не должны ли там огласов применяться? МЕЛЕХ АОЛАМ? Да. Может быть, согласен. А что тогда получается? Если первой частью СМЕХУТА является слово в мужском роде, оно, как правило, не меняет своего значения. А, ну да. Да, например, Царь Мира, Царь Мира. Да, да, да. МЕЛЕХ, допустим, МЕЛЕХ, но МЕЛЕХ он остается МЕЛЕХ. Так вот, в слове ШЕГАКОЛЬ главная часть это КОЛЬ. Слово КОЛЬ нам всем известно. Не все, может быть, понимают, даже читая это благословение, даже читая его каждый день. ШЕГАКОЛЬ значение этого слова. КОЛЬ это все. На самом деле есть два, две формы слова КОЛЬ. Мы обычно пишем КОЛЬ через КАМАЦ, точнее КАМАЦ КАМАЦ, КАМАЦ, который звучит как О. Что такое КОЛЬ? Всякий, каждый. И оно требует обозначения, требует определения. Например, КОЛЬ ИШ каждый человек. КОЛЬ ЁМ каждый день. Да? В этом случае пишется именно КАМАЦ. Но слово КОЛЬ через ХОЛАМ ХАСЕР, вот эта вот маленькая точка наверху, да? ХОЛАМ ХАСЕР. ХОЛАМ это буква ВАВ с точкой наверху. Ну, к сожалению, вот здесь такой шрифт, что точки не видно. Ну, вот, например, БИ, ДВА, РО, О, да? Вот, это ХОЛАМ малый, это полный ХОЛАМ огласовка, ВАВ наверху, а просто точка без ВАВ это называется ХОЛАМ ХАСЕР. Всегда, если он есть, на него падает ударение, да? КОЛЬ, вот, в таком написании с точкой наверху, да, это значит все, просто все. Так, ГА это определенный артикль, да? А ШЕ это что невопросительное, который, или за то, что. Итак, благословен Всевышний, ШЕ, ГА, КОЛЬ, за то, что все. Так, далее идет слово НИГИЕ, или как здесь, НИГИЯ. Я выписал вам из Википедии интересные данные, ну, в общем-то, я это знал, что по мнению ГАГРА, ГАГРА, это никто иной, как Виленский, ГАОН, да? Читаем здесь именно СЭГОЛ, но я, честно говоря, в моем седоре тоже так написано, и я так буду читать. НИГИЕ, да? Что означает этот СЭГОЛ? Да? ЛШОН, ГОВЕ, то есть настоящее время, так? Однако, есть форма НИГИЯ, здесь, что? БЕЛШОН, АВАР, прошедшее время. А что означает вот это слово? И от какого корня? И с чем оно родственно? Со словом ЛИГИЁТ, быть. ЛИГИЁТ, это БЕНЬЯН, ПААЛЬ, да? БЕНЬЯН, ПААЛЬ, я пока не вдаюсь в объяснение, но если нужно, в следующих занятиях я объясню систему БЕНЬЯНов заодно, поскольку, чтобы понять иврит, необходимо знать соотношение БЕНЬЯНов между собой, так вот, самый простой БЕНЬЯН, ПААЛЬ, это обычное действие, а здесь какой БЕНЬЯН? Значит, слово начинается с НЕ, или когда мы сделаем в ПААЛе, например, НИХТОВ мы напишем, да, но это не тот случай, или когда это отдельный БЕНЬЯН, который называется НИФАЛЬ, НИФАЛЬ, это пассивный БЕНЬЯН от ПААЛЯ, что такое пассивный? Ну, пожалуй, пару слов я скажу, если тот, о ком мы говорим, сам совершил действие, например, дядя Миша запер дом, о ком мы говорим, о дяде Миши, кто совершил действие, сам дядя Миша, так? Это активный, активная форма, ну, вы врите, это активный БЕНЬЯН, например, ПААЛЬ, теперь, дядю Мишу, дядя Миша заперт дома, о ком мы говорим, о том, дяди Миша, что мы говорим о нем, он заперт, кто совершил действие, кто-то другой, ага, хороший вопрос, если успею, расскажу, если нет, то на следующем занятии, мы просто уже лимит свой исчерпали, я вас безнадежно задерживаю, так, я обещал вам еще второе благословение, но давайте оставим это на следующий, на следующий занятие, значит, БЕНЯН, НИФАЛЬ, да, это кто-то совершает действие, а какое действие? А действие именно существования, кто совершает это действие? Мы благодарим Всевышнего, за что? Что все, что существует, да, вызвано им, он привел это к существованию, что все существует, да, мы не можем это точно по-русски выразить, что все приведено к существованию, если мы берем прошедшее время, да, или все уже существует теперь благодаря ему, точнее, БИДВАРО от слова ДАВАР, ЛЕДДА БЕР говорить, ДАВАР слово, ДАВАР так же и дело, ДЕВАРО его слово, да, БИДВАРО слово БЕ, пардон, префикс БЕ, да, означает, или В, в чем-то внутри, или путем чего-то, творительный падеж, то есть, чем, словом, его, все приведено к существованию, все возникло, все стало существовать, по слову, его, вот вам, дословный перевод, я посмотрел в нескольких седурах с русским переводом, везде дается перевод литературный, по слову которого существует все, или, да, возникло все, здесь вот подчеркивается прошедшее время, да, но, по сути, мы с вами поняли, что это же значение передается немного другой конструкции, более точно, что все возникло существованию благодаря слову его, вот вам благословение, я считаю его очень важным благословением, потому что оно относится ко всему, более того, я беру на себя смелость сказать, что если человек не в состоянии запомнить все благословения, или не помнит, какое благословение ему надо сказать, или не знает, какое благословение относится к этому виду пищи, он вполне может на начальном этапе, да, использовать вот это благословение на все виды пищи. Благодаря этому он научится благословлять и благодарить Всевышнего и укоренит в себе, осознает важность этого и привыкнет к тому, что будет произносить благословение. И дай Бог разберется, какие благословения приличествуют к какому случаю. Ну, на этом мы, пожалуй, закончим сегодняшнее занятие. Немножко оно пошло не так, как я хотел. Слишком много времени я потратил на первую часть. Вот. И поэтому немножко меньше я успел из, собственно, заявленного курса. Но, но, но я надеюсь, что более-менее понятно, чем мы занимаемся и чем мы будем заниматься в дальнейшем. Так. Вопросы и пожелания? Лена просит, прочитайте еще раз, пожалуйста, на иврите. Я думаю, речь идет про саму Браху. Так, хорошо. Сейчас. Да, саму Браха. Ну, я прочитаю то, что сейчас у нас на экране. Это немножко не так, как я привык читать. Вот, вот это. Вот это. Барух Ата Здесь имя Всевышнего, я его произносить не буду. Элокейну надо произносить через Гей. Мелех Хаулам Шегаколь Нигья Бидваро Барух Ата Ашем Элокейну Мелех Хаулам Шегаколь Нигья Бидваро Я говорю чуть-чуть иначе, я говорю Нигья Бидваро Это допустимо и так, и так. Спасибо. К вашим услугам. Ну, что, товарищи, я надеюсь еще пообщаться чуть попозже, может быть, завтра с Натаном. Спросить его впечатления, спросить его советы и немножко с ним посовещаться насчет того, как дальше курс будет строиться. Я думаю, что мы обязательно выставим, конечно, запись и спросим тех, кто участвует и смотрит в записи тоже какие пожелания то есть конкретно что люди хотят то, что приходит в голову например пожалуйста, давайте отдельно аудио в котором будут записаны разбираемый проход например, я говорю в данном случае смотрите, мы как бы максимально зависим от вас я в данном случае говорю вас это и тех, которые будут смотреть это занятие в записи нам надо очень хорошо понять о чем как бы какие ваши настроения и что бы вы хотели в каком направлении нам следует это раскрыть раскрыть ну вот такая окей так я скажу благословение завершающее после того, что было мною выпито по ходу занятия вот а разбирать я надеюсь будем на следующем занятии я поставил я поставил вам это в чат сейчас я вам это отправлю так вот оно разбирать будем в следующий раз барух атта адунай элогейну мелах аулам борей нефашот работ бехес рунан альколь ма шебарата лагахайот бахем нефеш коль хай барух хей аулам мимо ура и пока не забыл именно амэн да сегодня завершается день ярусалима ярусалим вот у нас пока еще не вышли звезды так что можем считать что у в том месте где я сижу день этот еще не закончился поэтому мои запоздалые но все же поздравления окей спасибо всем участникам принято пожалуйста если есть у вас знакомые которым тоже было бы интересно именно то чем мы занимаемся и намереваемся заниматься приглашайте их и пожалуйста ваши впечатления выражайте и высказывайте все окей